Всем привет, с вами Сталкер 55, и сегодня мы продолжаем брать стратегию Тактику 2 за Финляндию в 1938 году, а уже точнее конец 1939, и вот наша ситуация, мы дошли до Полтавы, сейчас я немного отступил, перевел войска, сейчас Киев, они вернутся вместе с Полтавой, но с другой стороны, мы имеем огромное количество войск, совет еще в войне с осью, поэтому проблем в победе не будет, они, кстати, не забирают Киев. Что довольно-таки для них неправильно. Давай, согласимся, ресурсов у нас много, а мы их особо не тратим, так как, ну, ближайшая закупка у нас довольно далеко. Германия. О, о, так хорошо, все, мы можем идти дальше, вот, оставлять здесь одну дивизию, даже две, чтобы мотопех можно было перекинуть, и все, двигаемся вот так. Мотопех передвигаем, вот сюда, на фронт. О, и теперь мы можем двигаться вполне уверенно, здесь у нас шестерка, которую мы сейчас разбомбим просто. Подожди, здесь у нас танк, всего один. Ах, не печально ли это? Ну, теперь одного танка у них даже и нет. Давай, разбомбим еще все это. Все, уничтожено. Здесь еще подбомбим вот эту вот дивизию. Отлично, еще есть где-то. Отлично, этого должно хватить. Отлично, все. Пробились. Не-не-не-не, наоборот, наоборот, наоборот. А, ну, в принципе, все вообще-то правильно сделал, ну, да ладно. Давай. Плюс единичку здесь оставим, чтобы не было партизанов. Здесь мы единичку оставляем, даже наоборот единичка идем. Смотрим, сколько здесь танковых. Ух ты, тут хорошо танковых дивизий так-то напихано. Поэтому я предлагаю вот так вот передвинуть здесь все. Плюс сюда еще единичку можно перекинуть. Я даже не знаю, мне кажется, отсюда меня могут выбить вполне. Довольно опасно, но еще страшно. А, мы сейчас отсюда танки подведем. И будет нормально. Опасность уйдет. Давай-ка сюда танчики еще подкинем. Плюс они фуловые, у совета они битые. Так, здесь с Москвы... А, ну, с направления Москвы я имею ввиду. Не прям с Москвы. Ух, тут, кстати, жестко довольно. Тут будет сопротивление большое. Ну, ладно. Все равно идем. Плюс здесь у меня дивизии. Вот я их сейчас отдам Литве. Латвии, точнее. Литве я не буду ничего давать. Даже если бы мог, вряд ли бы дал. Потому что она особо и не воюет. Вот давай эту дивизию предлагаем. Да, мы вполне все можем предложить вот это вот добро. И передаем. Отлично. Таким образом мы двигаемся дальше. Здесь у нас чистая арта. Я могу сделать высадку? Не могу. Мы закупаем авиацию. Кстати, она довольно-таки дешевенькая. Но она будет долго лететь. Как минимум хода два. И таким образом пробираемся. Потихоньку сжимаем совета. Да, ну, кстати, Киев он не может брать. Нет, я откажусь. Потому что зачем? Мы еще особо ничего не потеряли. Ну-ка, посмотрим, что вообще идет. Польшу он поджимает. Кстати, вот это вот надо учесть. Потому что он сейчас обойдет Польшу и будет ее бить. Нет, скорее наоборот. У него просто войти здесь нет. Польша воюет с немцами. Уже 40-й год. Скоро Польша уже должна камнуть. Здесь совет тоже рвут. Итальянцы и венгры. Венгры всю Трансильванию получили. И они, наверное, довольны. Вот это все, что от Советского Союза осталось. Да, это реально все. Печально ему живется. Нам как раз самое то. Давай-ка бомбить. Вот эти дивизии. Смотри, так отсюда. А здесь не осталось. Давай сюда. Да шо ж ты такой живучий. Так, здесь у нас по 11 дивизий. Ну, молодец, подвел. Ай, молодец, что называется. Так, давай-ка эти дивизии на фронт. Пусть они здесь не стоят. Здесь тоже нужна дивизия. И здесь. Да ты шо? Вообще везде нужно. Ну, смотри, мы сейчас приплюсуем здесь. Здесь я не думаю, что лучше пробиться. Я так не думаю. Ну, сейчас мы приплюсуем и пробьемся. Думаю, здесь, в принципе, везде пехотка. Поэтому особо проблем не должно возникнуть. Едничку здесь оставим. Пойдем этими. И плюсанем вот отсюда с двух сторон. Отлично. Здесь они могут сюда вернуться, но они теряют с каждым разом дивизии. Таким вот образом. Так что живем нормально. О, здесь еще дивизия. Вообще хорошо. Давай, налет на Полтаву. Особо не увенчался ничем. Я думаю, выбьем, кстати, девятью танковыми дивизиями. Обычно. Да, вполне они по разным местам еще ушли. Вот это вот реально неприятно. Здесь я не думаю, что есть смысл обходить их вот в сторону Львова, на запад. Но смысл, они просто выбьют нас. Ну, да, неприятно, терпим небольшие такие крахи. Но они небольшие, опять же. Литва уже встала, потому что ей уже некуда идти. Подождите, здесь тоже есть авиация? Ты серьезно? А, я ее использовал. Понятно. Ну, да, они опять же туда идут. Упираются туда, упарываются. Теряют своих солдат. Значительное поражение, но оно всего одно. Отсюда они нас выбить не могут. Давай их мы уже разбомбим вот эти танки. Чтобы они нам не мешали. Не отвлекали нас. Но это будет довольно сложно сделать. Как видишь. Ну, да, и учитывая, что у них еще здесь своя авиация есть. Ну, отлично, мы их уже сжали. И, кстати, мы ничего не можем сделать особо. Сюда не долетают. А, долетают отсюда самолеты. Да, отлично. Все. Здесь мы их добили. А, да ладно, серьезно? Там было нужно количество танков? Ну, в итоге мы выполнили эту миссию. Я думал, мы сейчас будем еще советов добивать. Потом еще идти на Швецию там. Но нет, нам хватило здесь. Пересоветов, как вы понимаете, здесь недолго оставалось. Это круто, безусловно, классно. Это прикольно. Получилось вот так. В таком случае я либо сейчас за Британию миссию выполним еще, либо за, уже пойдем выполнять миссию за тоже Финляндию. Теперь пойдем за Британцев. Задание потопить 100 дивизий флота. Причем любого флота любой страны. Поэтому сейчас будем выдвигаться. Наверное, топить японские корабли. Вот у нас карта. Кстати, я посмотрел. Вот то, что тут называется Синьцзянь. На самом деле это Сибэйма. В реальности. А Синьцзянь вот. Вот здесь, там, где совет оккупировал. Это не его вообще территория. Но так все правильно. Только здесь нет Шэнси. Хотя нет, по-моему, Шэнси не был как раз в 39-м году. Так что все окей. Ну что ж. Сейчас я выберу цель нашу. Ну, для начала, понятно, мы разберемся с Таиландом. Потому что наши союзники на него нападут. В лице Франции. И плюс у него есть корабли, которые мы потопим. Почему бы и нет. Так что сейчас соберу армию и включимся. Буквально только что я захватил. Ну, нет. Я буквально только что подвел войска на оккупированные территории. Таиланда. Посмотрите, что происходит по миру. Союзники ничего не делают. Я из Альянса вышел. Сейчас мы уже будем нападать на Францию, Нидерланды и Тибет. Просто посмотрите, что с японцами. Их уже выдавливают из континента. Здесь, конечно, не держатся. Южный Сахалин сохранили. Но вот здесь комендант почти уничтожен. Гуэнси и КПК делят Китай. Вообще жесть в мире происходит. Но вот такой вот наш мир. Хорошо. Здесь мы уже влетаем. Здесь мы постоим лучше. Вот здесь у нас основное направление будет. Давай. Поехали. Объявляем им войну. Входим на их территории. И теперь с помощью танковой... Дерее, не танковой даже, а с помощью мотопехи делаем вот так. И теперь мы их жмем в котел. Вот так и здесь приплюсовываем. Приплюсовываем. Все. Это были их все войска. Теперь здесь у них поединочка осталось. Но вы понимаете, что в единичке нам ничего особо не сделают. Отлично. Следующее место, где мы будем атаковать, это вот здесь. Здесь мы пройдемся сейчас до Сайгона. Посмотрим, сколько там дивизий. Ух, тут неплохо дивизии, знаешь ли. Ну хорошо, в таком случае все войска мы бросим на вот эту пробку. Здесь. Где мы будем бомбить? Я думаю, вот здесь. Нет, я имею ввиду вот здесь. И удачный налет. Отлично. Здесь мы проходим. У нас войска здесь есть в подготовке. Идем сюда. Двенажка, кстати. Так, здесь, смотрите, что мы делаем. Берем три танка отсюда. Раз, два, три. Высылаем их сюда. Атакуем ими вот здесь. И здесь берем еще. Закидываем подкрепление в виде десантников. Все, по идее, выбьем. И... Да, выбери. Теперь здесь котел из двенадцати дивизий. Ну что ж, теперь здесь мы... Здесь мы идем вперед. Здесь девяточка идет на эти танки. Пробиваемся. И здесь... Двенажкой можно, кстати, даже в Дананг пробиться, но я не вижу в этом смысла. Давай. Все, здесь мы прошли. Теперь переключаемся здесь на фронт. Здесь у нас куча танков. Высаживаемся в Медан. И все, мы заняли плацдарм. Теперь можно идти вперед. Здесь мы пробиваемся вот так. Выбивая их отсюда. Из Сингапура я даже не знаю, стоит ли высаживаться полностью. Хотя здесь есть мои дивизии. Вот, видишь, здесь есть мои дивизии. Поэтому я предлагаю высадиться из Сингапура. Есть авиация здесь. Ой, авиация. Флот. И теперь мы переключаемся на фронт с Папуа-Новой Гвинеи. Вот здесь. Сюда два танчика. Вкидываем. И через двенажки у нас здесь. Давай. Голландию пробиваем. И потом заходим. Вот сюда. Хотя можно было бы котел сделать. Ой-ой-ой, как я ошибся. Фатальная ошибка. Я же мог здесь все это закатлить. Печально. Давай подбомбим. Не факт, что это получится прям. Не, не получилось. Ух, печально. Ну да ладно. Хотя, нет, не печально. Все хорошо. Мы можем все еще закатлить. Но здесь есть дивизия. Да. Все, котел. Котел вышел. Давай. Сюда дивизии. Вот эти вот все. Перекидываем сюда. Эту дивизию сюда. И теперь давим. И плюсуем отсюда. Все, отлично. Закатлили здесь всю армию, которая предназначалась на Пупуановую Гвинею. Я здесь сделал разведку, поэтому я знаю все их армии. У них здесь двенажка. Так, кстати, здесь я предлагаю пройтись. Давай разрушим. Не получилось, но ничего. Займем здесь пробку. Все равно сейчас это выбьют. Здесь двенажка. У них здесь единичка. И вот здесь довольно много дивизий. Но, скорее всего, меня даже выбьют здесь. Что печально признавать. Так, через два хода у нас будет вообще неплохо. Нам будет. Так, я думаю, эту дивизию лучше перевести вот сюда. Ну и теперь следующий ход. У нас сейчас много где выбьют. Я все фронты обезопасил. Обезопасил. Постарался. Ну-ка, смотрим. И... Ну, здесь Сайгон они завернули. Португалия отказываюсь. Ну, неплохо, кстати. Все дивизии у нас на фронте все еще. Сайгон я могу взять в котел. Мне вот интересует это. Было бы хорошо. Давай здесь зайдем в Радзю. Опа. Вот здесь хорошее место. Даже я, наверное, сделаю, знаешь, как. Где лучше все провести бомбежку. Здесь нет смысла, потому что мы вот сейчас сделаем вот так. И пробиваемся. Здесь мы занимаем вот так. Здесь мы в Дананг заходим и котлим. Вот заходим здесь в Дананг. Получаем котел. Прекрасно. Так-то просто мы не выбьем, поэтому... Давай здесь бомбим. Отлично. Уничтожен. Теперь здесь мы заходим. Заходим раз. Увы, здесь ничего нет, поэтому... Давай здесь закотлим. Ну, так вот. И теперь попытаемся с двух сторон налететь. Я даже не знаю, получится ли это у меня. Но, по идее, это котел. Должно получиться. Давай-ка мы эту дивизию сюда и плюсуем отсюда. Не вышло. Они уничтожили мои дивизии. Вообще неприятно. Ах, ну ладно. Давай тогда здесь мы приплюсуемся. Уже эту армию хотя бы уничтожим. Всё. О, я зря здесь оставил. У меня же сейчас партизаны могут восстать. Но ничего. Здесь Медан. Оставляем одну дивизию. Здесь нас не выбили, они решили отступать. Умно, кстати. Я бы тоже отступал. Если бы такие вот дивизии увидел. В таких количествах. Давай. Пробиваемся сюда. Здесь единичка, которую мы сейчас уничтожим просто вот так. Нет, не уничтожим. Ошибка. Так, давай-ка. Слушай, подожди. Танчики, они ж не ездили ещё в этом ходу, да? Ну, по идее, они ездили. Тогда мы можем доехать вообще сюда. Один танчик когда бросаем вперёд. И остальными сейчас догоним. Ой, хорошо. Сейчас бы, наверное, хорошо было бы на перемирие пойти. Только здесь я войду сейчас хорошенько. Вот сюда вот пройду. Потом здесь сюда проеду вот. Теперь, я думаю, сейчас мы займём места здесь и пойдём на перемирие с голландцами. Я лучше все дивизии буду передвигать. Надо обезопаситься от высадок. Десанта, имею в виду. Воздушного. И самолёт ещё перекинул. Вот сюда. Вот так. Отлично. Здесь у нас ничего не осталось. Мы почти всю новую Гвинию собрали. Здесь мы всё потеряли, да? Джесселтон тут высадились. Половину Малайзии мы потеряли, к сожалению. Ну, слушай, я думаю, голландцы после таких приколов на перемирие пойдут с нами. Так, я предлагаю, вот смотри, что сделать. Сюда подогнать дивизии. Вот сюда. Чтобы были шансы здесь остаться. Хорошо, здесь. Здесь всё хорошо. Отлично. Тогда убиваем мотопехам их дивку. Отсюда. Ну, теперь мы полностью их заходим. Вот так вот. Что? Двенашка? Ай-яй-яй. Откуда? Откуда у них резко двенашка взялась? Ё-моё. Вот я тупой. Да, извиняюсь, конечно, но это было очень тупо. Я уже такой на радостях весь. А они сейчас выбьют меня отсюда. И будет весело, конечно. Да. Неприятно. Ну, слушай, надо сюда что-то делать. Что-то сюда готовить. Слушай, мы с тебя-то с вами, наверное, на перемирие тоже пойдём. Из-за такой ошибки фатальной. Давай. Перемирие с голландцами. Кстати, очень дёшево у нас перемирие стоит. За некоторые стороны там вообще по 200 политки надо тратить. Всё, тридцатка, и уже можно просить перемирие. И вот, приняли. Ты, братишь, тоже перемирие. Вот с ним самое главное, потому что он сейчас может с такого вот наделать, что я вообще... Всё, отлично. Перемирие есть. Я даже не знаю, стоит ли с французами мириться. Конечно, здесь ситуация такая себе, но... Они вдву впрок. Лучше замирюсь, а потом нарушу перемирие. Давай. Перемирие. И мир. Давай, чувак, мир. У тебя две пробки осталось. Принято. И мы в перемирии почти со всем альянсом. Ну, США нам ничего не могут сейчас сделать. В итоге мы вот так вот остаёмся. У нас перемирие вот в таких границах. Тибет и Франция почти капнули здесь. Нидерланды. 71. Французы не капитулируют, понятное дело. Просто так. Ну, теперь я жду конца перемирия. Точнее, нет. Жду вот не конца перемирия, а подгоняю войска вот к Франции и к Тибету. И добивать будем их. Потому что это вообще не дело. Партизаны в непонятной провинции вообще не понимают, где это. Это во Франции, да? Да, именно. Ну, ничего. Партизанов мы подавим. А теперь мы нарушим перемирия с Францией. Давай. Заходим сюда. И здесь добиваем их просто со всех сторон. Плюс. Плюс. И здесь плюс. И представь тебе, здесь тоже плюс. Просто жесточайший котел. Франция капитулирует. Но партизаны, понятное дело, такого расклада событий не принимают. Ничего, сейчас мы их под это, подобьем. Так. В авиации у нас ближайшее далеко, что довольно печально. Ну ладно, подведем ее. Ну, я уже эти войска перекидываю на фронт с голландцами. Здесь мы тоже сейчас нарушим перемирие. И да, перемирие нарушается только с тем, с кем ты хочешь. Давай, подкидываем сюда войск. Все, котел имеется. Пошли. Идем. И... Не понял, почему не могу... А, вот, могу плюсовать. Надеюсь, этого хватит, в принципе. И да, хватило. Тибет капитулирует. Это все можно переводить на фронт с голландцами. Который у нас единственный в данный момент. Здесь, конечно, неприятно. Неприятно. Неприятное местечко здесь такое получилось. Давай-ка сделаем вот так. Они, понятное дело, отступают. В Юннань. Ох, уже эти партизаны. Я вообще... В шоке с них. Они отступили в Юннань. Жесть. Ох, уже эти партизаны. Все, подвожу, короче говоря, армию сюда. Здесь у нас уже есть армия. Так что будем мочить голландцев просто... Очень просто. Как вы видите, здесь мы все очистили. Только партизанские вот этот вот... Восставших надо уничтожить. Здесь у нас, как видите, все стабильно. Жесткий. Такой вот. Ну, кстати, нет. Япония чуть-чуть камбетчат. Хотя не сильно. В одну провинцию. А мы тут прям реально очень сильно развиваемся. Гатт, мири-мири. Я соглашаюсь. И посмотрите на нашу армию. Здесь она двигается. Здесь из Тибета тоже. Здесь тоже ее очень много. Поэтому я считаю, уже можно влетать на голландцев. Хотя, знаешь ли, у них тут 10, 11, 3. Плюс здесь еще какая-то армия. Даже не знаю, стоит ли. Пора ли. Думаю, уже пора. Давай. Нарушаем перемирие. Входим сюда. Сюда мы закинем топку. Закидываем топку вот так. И сюда тоже дополнительно. Отлично. Здесь мы укрепили. Здесь мы уже идем в наступление. Прям неплохое такое. Без танков. Потому что танки мы сейчас еще раз используем. Все, отлично. Оставляем здесь вот так. И так и проходит прекрасно. Остров наш. Так, теперь здесь. Сингапур. Это наша территория. Поэтому высадка. И неплохо. Ох, они могут меня выдавить, кстати, отсюда. Что меня вообще не радует. Бомби. Не очень. Не очень пошла бомбежка. Взяли уже Джакарту. Здесь подходим. Войска мои подойдут сейчас уже. И свои корабли я уже буду передвигать вот сюда вот. В это море. Вот очень не хотелось бы к США дойти. 67% кстати капитуляции. Ну вот что от них осталось. В принципе это логично. Сейчас будем идти дальше. А что нам еще остается делать? Конечно же идти далее. С проблемой армии. Дефицит опытных командных кадров в армии. Проблема. Которую нельзя игнорировать. Ее нужно срочно решать. Ну как именно? Профессиональную подготовку улучшим. Доход уменьшен на 10%. Ничего страшного. Значит думаем здесь. Нас не выбили. Даже не повредили. И даже соседнюю провинцию не взяли. Нам вообще хорошо живется. Ну поэтому мы можем идти в наступление вполне. Вот допустим сюда. Куда же лучше пойти? Я думаю даже вот так сделать. И теперь отсюда высадку делаем вот такими вот войсками. Но это еще не все. У нас здесь есть самолеты, войска, которые мы сюда тоже переводим. Вот например 3 танковых дивизий сюда направляются уже прям сейчас. Вот так вот. Здесь мы заняли уже плацдарм. Здесь пока не хотят убирать авиацию. Вряд ли это сделают. Потому что они не глупые явно. Ну подождем. Если что свою авиацию уже... Ой авиацию. Флот. Перевожу сюда. Пока что это все, что я мог за этот ход сделать. Но тоже неплохо. Сюда мы выдвигаем одну дивизию. Отсюда мы выдвинем танки. 4 штуки. Так что еще 3 сюда. Передвигаем. Отсюда 4 штуки тоже танки. Мы передвигаем вот сюда. Выбивая артиллерию. Теперь у нас получается котел. Что не может не радовать. Делаем здесь так. Здесь мы подводим еще дивизию. Дополнительно. Потом бомбим. Здесь. Неплохо. Жалко, что здесь не могу занять порт. Они скорее всего как раз в этот порт и отступят. Теперь танки мы передвигаем. И пытаемся выкинуть их просто отсюда. И у нас получается выкинуть их. Также есть потери у них. Причем довольно значительные потери. Получаем вот такой вот блок территории. От этой атаки. У них по сути 2 крупного лосе. Один уже наполовину подо мной. Что меня не может не радовать собственно. Здесь я сейчас подведу войска на Гоминьдан. Так как у него есть тоже флот. Но это не главное затея. А это главное затея Португалия. Я хочу Мао Мин занять. Чтобы потом с этой пробки атаковать Зямын. И естественно вот здесь вторая пробка. Португалии Тимор. На 100 дохода вообще-то. Ну собственно после капитуляции Голландии. Я буду атаковать Португалию. Для этого мне нужно биться с этими Гоминьданами. И я надеюсь японцы не заберут эту пробку раньше меня. Ну если нет то все равно флот Гоминьдана подбить. Знаешь ли здравое дело. Ну давай-ка мы попробуем сделать перемирие с голландцами. Все-таки здравая идея. С США у нас все еще идет перемирие. Так-так-так. Смотрим. Принято. Прекрасно. Наша дипломатия говорит о себе. Как мы видим. Смотрите что с японцами. Они камбэчат на Корее между прочим. Так что шансы у них есть. Но очень скудные и маленькие. Разве что если они замерятся с ГОНС и КПК. Так один на один с советом они победят. Я вас уверяю. Потому что мощи у Японии 27 тысяч. И 20 у совета. Но проблема в том что у Японии много флота. И не так много наземных дивизий. Наземных армий как у совета. Так что как-то так получается. Ну а на этом ребята все. С вами был сталкер 55. Всем удачи. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok